Привет, друзья! И сегодня вторая часть передачи про реновацию в Бабушканском районе. Мы с вами находимся недалеко от метро Свиблова. Здесь начнем от Радужной улицы. Ну и сегодня преимущественно посмотрим дома, которые попали в реновацию на Енисейской улице, также на Ленской улице и улице Минжинского. Но это опять же в основном пятиэтажные дома, будут четырехэтажные встречаться. В основном это кирпич, но кое-где панельные есть дома. Но это мало. В основном, как я уже говорил, Бабушкинский район это кирпич. В основном пятиэтажки в большей степени. Сегодня обещали в Москве сильный снег, метель даже к вечеру. И днем тоже. Но сейчас пока спокойно и будем надеяться, что погода нам не помешает. Потому что если уж совсем будет плохо, придется прерывать сегодня передачу и потом продолжить. Но пока вроде все в порядке. Попробую все-таки успеть до метели. Сейчас пока в Москве хорошо. Вот, и соответственно, как я уже сказал, вот это у нас Радужная улица. И сейчас мы увидим две пятиэтажки. Вернее, одна четырехэтажка и вторая пятиэтажка. Вот они. Это четырехэтажный дом. Который числится по Енисейской улице, которая там чуть подальше проходит. Ну, несколько странно, да. Ну, очевидно, тогда тут Радужная улица не проходила. Может, ее потом продлили. И поэтому дома вот эти вот они по Енисейской идут. Ну, а построены они были фактически в одно время. Вот это дом Енисейская 3-корпус-1. Дом был построен в 1662 году. Вот он, да. А следующий прям за ним. Это 3-корпус-2. Дом был построен в 1663 году. Только он пятиэтажный. Ну, обычные серые дома. Ну, этот вот несколько такой желтоватенький домик. Песчаного такого цвета. Ну, а этот совсем серый пятиэтажка. Дальше там находится промзона Свиблова. Прямо за этим домом туда дальше электродепо Свиблова. Московского метро. Ну, который недавно рассказывал об этой промзоне. Вот. Еще раз посмотрим четырехэтажный дом. 3-корпус-1. 62-го года постройки. Вот. И пятиэтажка. 3-корпус-2. 63-го года постройки. Вот эти дома попали, естественно, под снос. Вот. 63-го года постройки. Все. А дальше там уже вот заборы. И там туда дальше идет промзона Свиблова. Которую вот, в принципе, хотят. Ну, по крайней мере, частично. Так сказать. Реновировать, да, тоже. В своем роде. В ближайшие годы. Ну, то есть, скажем так, застроить в основном жилыми домами что-то. Может быть, какие-то типа технопарков. Ну, 3-корпус-2. Еще раз смотрим. Серая пятиэтажка. 63-го года постройки. Ну, эти дома тоже снесут. Наверное, тут тоже будет какой-нибудь жилой комплекс строить, может быть, да. В дальнейшем. Там тоже промзона. Туда дальше и вдоль Енисейска. Это как раз вот промзона Свиблова. Ну, вот совсем недавно о ней как раз рассказывал. Делал обзор этой промзоны. Тепловая станция там, видите, трубы. Даже две сразу. Бабушкинская-1 и Бабушкинская-2. Ну, снабжает теплым, в том числе и не только промзону, но и окрестные дома тоже. Вот эти нам тоже, в том числе. Вот это все вот эти. Ангары, строения. Туда дальше. Все промзона. Ну, еще раз смотрим на 3-корпус-2. Вот. А дальше мы сейчас вот выйдем на Енисейскую. И там дальше будет 18-й микрорайон Бабушкина. Но дело то, что про этот микрорайон, я уже рассказывал. Вот. Около года назад была передача. Тоже вот. Ну, где-то примерно в это время. Может, плюс-минус туда, да? Вот. И, соответственно, еще раз, конечно, я там все дома, которые там попали в то 18-й микрорайоне, в Реноваться, я их показывал. Поэтому еще раз я, естественно, эти дома показывать не буду. Потому что смысла в этом никакого нет. Вот. Я веду по Верхоянской улице, по Печорской улице, по улице Искры. Вот. По Радужной, кстати, улице тоже. Вот. Поэтому туда дальше Радужная идет. Вот. Естественно, что там заимодана Енисейская, вот где трамвай поехал. А туда дальше Радужная продолжается. Вот. И поэтому, естественно, эти дома уже еще раз показывать не буду. Смысла в этом никакого нет. Просто этот ролик, так сказать, не добавлю, да, вот к этому репортажу, вот, чтобы, вот, так сказать, для полноты картины, чтобы делать общий обзор по реновации. Вот. Но дело в том, что в этом году, в этом 18 квартале, произошло два изменения. А точнее, начались две стройки двух реновационных домов. Одна на Радужной улице, а вторая на Печорской улице. И вот эти стройки мы сейчас посмотрим. Все-таки то, что изменилось за этот год. Видите, сразу два изменения, и, конечно, их надо посмотреть. А третья стройка, я говорил, да, там вот тоже на Радужной улице, дом 15, корпус 3. Это бывшая войсковая часть. Там полустройбат был. Я показывал, говорю, что там тоже должны строить реновационный дом еще третий. Ну, так, в этом 18 микрорайоне. Но его пока строить не начали. Поэтому туда мы, естественно, еще раз не пойдем, потому что там ничего пока не поменялось. А вот пойдем туда дальше, вот за этот дом. Вот, на Радужной улице, дом 14 сначала. Любители Москвы, вы смотрите передачу «Реновация и новостройки Москвы». Мы с вами сейчас находимся в 18 микрорайоне Бабушкино. Вот здесь он находится. Это Енисейская улица. Ограничивает его с одной стороны. Вот это Верхоянская улица перед нами. Соответственно, с другой стороны его ограничивает. Он дальше туда немножко подальше спускается, туда к гаражам. Ну, а туда он продолжается до улицы Искры. Ну, и с четвертой стороны там его ограничивает улица летчика Бабушкино. Ну, и, соответственно, район Бабушкинский. Когда-то здесь находился, соответственно, подмосковный город Бабушкино. Ну, и была в основном деревянная застройка. Ну, а в 1660 году, соответственно, город Бабушкино вошел со сад Москвы. И место города Бабушкино стал Бабушкинский район. Который был образован, он был и в советское время, ну, и, соответственно, сейчас он тоже существует. И вот в конце 50-х, в 60-е годы был застроен, собственно, вот этот вот 18-й микрорайон Бабушкино. Вот эти вот дома были построены как раз вот, ну, в основном в конце 50-х, в 60-е годы. Ну, где-то еще в начале 70-х. Некоторые дома, но они уже повыше. То есть это уже не 4-5-этажные дома, а уже более высокие. Там в основном 12-14-этажные дома, вот такие. Ну, и мы сейчас посмотрим, какие дома попали здесь под реновацию в этом микрорайоне. Вот, сначала мы пройдем по Верхоянской улице, а потом по Радужной. Ну, и немножечко затронем улицу Искры. Вообще, надо сказать, что здесь преобладают как раз 5-этажные дома. Вот мы видим их. Вот, некоторые дома 4-этажные, некоторые 5-этажные. Вот, и большинство из них попало под снос, под реновацию. Ну, всего здесь хотят снести 18 жилых домов. Вот, вот, ну, 4-5-этажные. Там один 3-этажный дом, ну, а остальные вот 4-5-этажные. Соответственно, вот на Верхоянской улице, на Радужной. Большая часть домов находятся. Ну, и немножко на улице Искры. Как мы видим, дома здесь практически все кирпичные. То есть, хотя они и 5-этажные там в основном, но они все кирпичные дома. Панельных почти нет. Там на улице Искры, там, 3 панельных дома. Ну, тоже построены в 60-е годы. А в основном кирпичные дома. Но все равно они, в основном, попали под реновацию. Что хочется сказать. Пока здесь реновация еще не началась. Никакого нового строительства пока здесь еще не ведется. Но, в общем-то, уже планы на это есть. Надо сказать, что за этот район хотели взяться еще при Лужкове. Так сказать, при позднем Лужкове, да. В 2008 году уже было принято постановление по строительству нового жилого дома по адресу Радужная, 22. Его хотели построить в 2010 году. И, соответственно, организовать в этот дом массовое переселение из этого микрорайона, из этих старых домов пятиэтажных. Которому уже около 60 лет примерно. Ну, кому-то чуть больше, чуть меньше, где-то так вот. 55-60 лет. Ну, и тогда уже хотели там на Радужной построить. Но как-то не получилось. Потом, соответственно, Лужков был уже не до этого. Его просто сняли. Пришел новый градоначальник Собянин. Ну, и, соответственно, какое-то время этот микрорайон оставили в покое. Ну, а теперь вот, соответственно, новая волна. И уже хотят за этот район взяться серьезно. И, соответственно, тут вот довольно много домов просносить. И, соответственно, полностью этот микрорайон обновить. Ну, или практически полностью. Вот тут есть высотные дома некоторые, да, все-таки. Поэтому их, конечно, сносить не будут. Ну, скорее всего, я так думаю. Но все-таки тут, конечно, преобладают вот эти старые дома. Вот. Еще раз говорю, не все дома попали под, соответственно, реновацию. Некоторые жители не захотели. Вот. Ну, в частности, вот мы видим вот дома 18 корпус 1 и 18 корпус 2. Вот эти дома, они, соответственно, не захотели реноваться. То есть, они эти дома в реновацию не попали. Хотя они, в принципе, по сути, ничем не отличаются от домов, которые находятся, в общем-то, неподалеку в этом микрорайоне. Но это вовсе не значит, что эти дома никто сносить не будет. Очень может быть, что эти дома тоже попадут под снос. Ну, потому что, видите, сейчас у нас такая квартальная застройка. То есть, в принципе, если застраивается, то как бы уже не точечно, да, как это часто раньше было, а уже целыми кварталами. Поэтому, если будут тут сносить, начнется снос уже такой массовый, да, уже так серьезно возьмутся за этот микрорайон, то вполне возможно, что будут сносить практически все. Вот. Ну, а вот этот дом, ну, тут, видите, они чередуются. Вот это Верхоянское, да, 18 корпус 1, вот это корпус 2. Ну, а здесь вот этот дом, он, соответственно, по Радужной улице 15, корпус 2. Дом 59-го года в постройке, который тоже не попал вот в реновацию. Вот, так что тут по-разному. Ну, и еще этот район, раньше, микрорайон, вернее, да, раньше называли еще Облаевка. Ну, потому что здесь бегло очень много собак, таких как бы, ну, держали люди в хозяйстве собак. Ну, и, соответственно, они тут облаивали людей, особенно чужаков. Ну, так поэтому назвали микрорайон Облаевка. Вот, еще говорят собаки, они очень пугались поездок, когда пустили по Бескудниковской ветке, она тут недалеко проходила. Вот, и очень удивились, когда поехали поезда, и тоже их облаивали. Ну, в общем, такое вот народное название этого микрорайончика 18-го. Вот, видите, перед нами находится вот эта котельная. Ну, там сейчас как бы бывшая уже котельная. Сейчас, по сути, она уже не котельная. Там просто какое-то административное офисное здание. Всякие офисы находятся. Ну, может, типа складов каких-то. И вот совсем недавно, буквально в декабре прошлого года, наш городоначальник Свобянин подписал указ, по которому вот это место, а это, оно числится по улице Радужной, 15, строение 3, вот, оно попало под стартовую площадку по программе реновации. Ну, оно попало, соответственно, после 2022 года. То есть, вот это место хотят здесь построить новый дом, то есть, вот это все снести и построить здесь новый дом. Ну, уже, как бы, наверное, третья волна реновации, как бы, да, будет после где-то в районе 22-го года примерно, может, даже несколько позже. И, соответственно, здесь вот будет построен новый дом. Надо сказать, что когда-то здесь, что интересно, находилось, ну, скажем так, стройбат находился, то есть строительная войсковая часть. И, ну, еще в советское время. Ну, и здесь начальником этой части был Николай Маминов, вот, в 50-е, 60-е годы. И, собственно, он руководил вот во многом застройкой вот этого всего микрорайона 18-го. То есть, вот все дома были построены непосредственно под его руководством, этого Николая Маминова. И за это ему даже орден дали. Вот так вот. Так что, вот видите, а получается, что и всю эту часть, ну, бывшую войсковую, да, снесут. Вот, и, соответственно, и все дома, которые Маминов построил, ну, не сам он, конечно, под его руководством, но все равно. То есть, как бы все это уже останется в истории. Ну, пока все стоит, пока это все только планы, будет, не будет, это еще вопрос. Ну, по крайней мере, такие планы, в общем-то, есть. Вот. Ну, а вот этот вот домик, он попал в реновацию. Это, видите, трехэтажный дом, вот, 50-х, конца 50-х годов. Вот, и вот все это Маминов, он тут строил с конца 50-х, вот 60-е, начало 70-х годов. Это дом номер 14 по Верхоянской улице, вот это Верхоянская улица, и, соответственно, там вот детский сад находится. Ну, сейчас, по-моему, там уже не детский сад, а что-то другое. Ну, раньше был детский сад, а может, и детский сад, я точно не возьму, сказать. Ну, в общем, вот этот дом, он попал. Дом 14-й. И следующий дом, дом 12, он тоже попал в реновацию. Вот, а там, кстати, находится вот скверик такой небольшой, раньше там туда дальше гаражи находятся. Там фитнес-клуб, гаражи, и дальше там вот проходила как раз Бескудниковская ветка, по которой поезда ездили от института Путина, на Свиблова, да, около метро Свиблова, и до станции Латино-Островская. Вот. Ну, вот видите, садик такой, значит, тут. Нет, по-моему, все-таки сад работает, мне кажется, что он действует. Ну, вот это, кстати, тоже могут застроить, вот эту территорию, то есть вот с одной, с другой стороны, вот Верхоянская улица, в общем-то. Это тоже как вариант. Ну, вот это дом 12-й, четырехэтажный, он тоже попал в реновацию. Тут же попал. А вот следующий дом, 10-й, он не попал. Вот этот дом 10-й, он уголковый, уголочком идет. Вот он не попал. Видите, как интересно. Вот тоже такой четырехэтажный дом, он не попал. Поэтому, соответственно, его, как бы, будущее, оно под вопросом. То есть, это то, что он не попал, вот еще не значит, что его не снесут. Ну, с другой стороны, такая вероятность тоже есть. Вот, видите, какой дом длинный. Он не попал. В реновацию. Хорошо, тут вот по-разному, где как. Ну, вот она, видите, еще. Бывшая котельная, которая тут, очевидно, отапливала вот эти дома. Раньше еще топили, как говорится, по-черному. Не было тут центрального отопления, но топили вот от этой котельной. Ну, теперь, соответственно, все это попало. Вот здесь хотят построить новый дом. Вот, смотрите. Вот, ну, сейчас тут какие-то, говорю, офисы находятся. Хотят застроить все это дело. А это, вот, видите, 10-й дом, который, соответственно, не попал в реновацию. Вот, ну, а вот это, вот, посмотрите, соответственно, дом 9-корпус-2. К 63-го года постройки. Это по-радужные уже улицы. То есть, это 10-й дом по-верхоянской. А это 9-корпус-2 по-радужной. А вот он попал. Так же, как и 9-корпус-1. Сейчас мы увидим. Там вот радужные проходят. Эти три улицы, они проходят параллельно другу. То есть, вот так вот искра, потом так вот радужная и, соответственно, верхоянская. В принципе, они довольно близко проходят друг к другу. Ну, вот это 11-й дом по, соответственно, радужной улице. Он где-то тоже, вот, в 50-е, 60-е годы построен. Вот. Вот это он тоже попал. Вот этот 11-й дом по-радужной тоже попал. Ну, и вот этот вот 9-корпус-1 тоже по-радужной. Тоже попал. А вот этот, соответственно, 9-корпус-2. Ну, видите, такое место отдыха. Все в воде. Ну, и сейчас, летом-то здесь, конечно, хорошо. Вот. Все, вот видите, 9-корпус-1, 9-корпус-2 тоже попали. Вот. Ну, а дальше у нас уже будут такие здесь вот между Верхоянской и Радужной улиц уже такие более высотные дома. В основном уже более поздние годы в постройке, либо конца 60-х, либо 70-х годов. Ну, и они не попали. В реновацию. Вот так что... Видите, как далеко не все тут попало, пацаны. Ну, сейчас мы еще посмотрим недавно снесенный дом. Единственный дом, который находился по нечетной стороне Верхоянской улицы. Под номером 11. Здесь все дома находятся только по четной стороне. Вот. Ну, 10-й мы уже видели, да? Он не попал. Ведь такой дом мощный достаточно. Ну, вот. А около него вот эта школа тут в районе местная. Вот видите, какой дом большой. Он в 80-е годы был построен, но он, конечно, в реновацию не попал. Девятиэтажный дом. Такой очень необычной формы. Вот. А здесь вот на противоположной стороне, буквально 10 дней назад, где-то, ну, может, недели-две назад снесли, прям вот двухэтажный жилой дом 60-го года постройки. Как я уже говорил, это был единственный дом, который находился вот по той стороне, где находится зеленая зона. Такой сквер. Ну, вот все-таки один дом там построили жилой. И его снесли. Буквально вот перед Новым годом. Причем все сделали очень спешно. То есть, буквально, жителей выселили буквально там вот за полгода где-то. Быстро все. Ну, домик все-таки был небольшой. Видите, еще гараж сохранился старый, советский. Вот. Домик был небольшой. Двухэтажный. В принципе, там народу не так уж много жило. Ну, поэтому, в принципе, отселить этот дом, в общем-то, было не так уж сложно. Ну, это, видите, 14-этажный. Вот этот 9-этажный дом такой. Наверное, самый такой знаковый здесь, в этом микрорайоне. Самые необычные формы. Такой крепкий. Ну, вот здесь вот он находился. Вот здесь он находился, этот дом номер 11. И, видите, от этого дома ничего не осталось. Только, как говорится, один песок, больше ничего. Вот. И это был единственный двухэтажный дом в этом микрорайоне жилой. И, соответственно, единственный дом вот на этой нечетной стороне. Кроме того, там еще также был там полисадник. То есть, жители держали небольшие огородики около дома. Ну, в общем, такое довольно, можно сказать, почти полусельское проживание было здесь. Ну, видите, а теперь осталось только лишь песок. Больше ничего не осталось. Вот тут домик стоял. Маленький такой, небольшой. Довольно уютный. Все. Нету больше домика. Вот. Ну, и сейчас мы еще посмотрим три дома. Тоже в этом микрорайоне, которые попали под реновацию. Они числятся по улице Летчика Бабушкина, который вот там как раз впереди находится. Вот. И потом тогда пойдем на другую сторону Радужной улицы. Вот. Номера 3, 5, 7 дома сейчас посмотрим. Вот этот фитнес-клуб тут находится. Довольно такое большое здание на той стороне. По-моему, довольно дорогой. Ну, тут 12-этажный дом. Вот, по-моему, он конца 60-х годов. Где-то типа 68-го года, что ли, он не попал в реновацию. Ну, естественно. Ну, вот. И вот за ним еще три дома. Сейчас посмотрим. Уже по улице Летчика Бабушкина, который тоже попали. На вас. Торророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророр Вот они, 5-этажные дома тоже, 60-х годов постройки, рядом находятся. Ну вот это вот дом 3 у нас, видите, стоит так вот торцом к улице Летчика Бабушкина. Вот этот дом попал, третий по Бабушкину, там Летчика Бабушкина проходит улица. Вот тут же с ним образует угол дом 5, сейчас увидим за углом. Он уже лицом стоит на улице Летчика Бабушкина. Вот, вот этот дом, видите, это 5-й. И вот следующий, 7-й, такой же тоже, 5-этажный. Вот они попали тоже здесь, в этом микрорайоне под реновацию. Ну и все такие пространства. Ну вот этот дом, видите, тоже влепили, здесь вот раньше старые дома стояли. Еще вот, ну вот, 80-е годы, видите, какой дом построили капитальный. Наверное, еще долго простоит. Вот. Ну вот он, видите, это, соответственно, у нас 5-й дом, да. А вот этот, 7-й, следующий, следующий, 7-й. Тут, видите, пространства еще много, ездить, строить. Вот. Буду пожелания. Все, можно застроить каждый клочок. Вот так. И ничего-то не сделаешь, да. Все. Полная застройка. Да, кстати, вот этот вот дом я показывал, да, ну и вот этот, видите, 7-й дом. Вот я, кстати, показывал, там вот этот по Верхоялский, дом 11-й, который двухэтажный, снесли дом. Там хотят построить вместо него 30-этажную башню. Я, правда, не знаю, построят ее или нет. Но вот на этом месте, вот как раз на месте вот этого снесенного двухэтажного дома хотят тоже вот построить 30-этажную башню. Правда, я так и не понял, она по инновации или она просто коммерческое жилье, ну не знаю. Вот еще будет одна точка. Ну что ж, переходим в другую сторону Радужной улицы. Ну, сейчас вот мы перейдем на другую вот эту Радужную улицу у нас. Сейчас на другую сторону перейдем и уже пойдем по другу, второй части квартала, вот этого микрорайона 18-го, между вот этой Радужной улицей. Там улица Искра проходит параллельно ей. И вот это вот дом по дворам 4, корпус 1, который попал в реновацию. Там вот дом 6, тоже кирпичный, только красненький, тоже попал в реновацию. Вот. И дальше там в глубине микрорайона еще несколько домов, которые тоже такие вот пятиэтажные, и попали в реновацию. Эти все дома были построены где-то с 59-го года и по, ну где-то 62-63 год в основном. Вот эти все дома были построены здесь, примерно так, тоже где-то в одно время все строилось. Конец 50-х и в основном первая половина, даже начало 60-х годов. Ну, вот это вот 4 корпуса 1, вот это 4 корпуса 2, он тоже попал в реновацию. Тоже в реновацию попал. Так. Вот эта пятиэтажка тоже попала. Вот там дом 6, я уже говорил, красненький тоже попал. Так. Тут, конечно, прям развезло зима, конечно, в этом году. Ну, с одной стороны, подарок нам, да, что можно как-то более-менее относительно комфортно погулять, посмотреть. Вот все это, процессы. Но, с другой стороны, конечно, тут где-то и грязновато во многих местах. Ну, ладно, вроде вышли на чистую дорогу. Вот это дом 6, это красненький, он тоже в реновацию попал. Вот. А вот это вот, видите, вот эти два дома, ну, это такие единственные современные жилые дома, ну, очень современные, значит, построенные в постсоветское время, прежде всего, да, вот не так давно. Это, вот видите, два дома, они составляют единый жилой комплекс, который называется Искры Радости. Вот. Был он построен в 2014 году. Этот комплекс, вот там дом 8, тоже в реновацию попал. Вот. Ну, там вот улица Искры проходит, рядом, в принципе, недалеко от Радужной. Ну, и вот это вот. Поэтому назвали Искры Радости. Ну, наверное, когда, предполагается, люди получали у них квартиру, то они испытывали такую радость, такие эмоции, что у них даже Искры, наверное, из глаз сыпались, и не только из глаз. Вот. Так что, наверное, так. Ну, в общем, название такое красивое, конечно, необычное. Ну, вот видите, такой жилой комплекс, ну, естественно, коммерческий. Вот это 8 дом, тоже видите, краснокирпичный, тоже попал в реновацию. Так, а это что? О, смотри. Вот так вот. Все так, все. Так, все, как ревно. Да, да, да. Вот так, все. Это 8 дом. Вот. Значит. А вот там вот уже, видите, дом, он по улице Искры стоит. То есть, это 8 по Радужной, тут Радужная, а там он улице Искры. Видите, они рядом проходят и здесь вот стоят. Там третий дом. Ну, уже по улице Искры. То есть, это 8 по Радужной, а там 3 по Искры. Там 3 по Искры, по улице Искры. Вот. Ну, и насколько я понимаю, он тоже вроде попал в реновацию. Это третий дом. Ну, точно утверждать не берусь. Это третий дом. И дальше вот там седьмой дом тоже. Пятого нету дома, а есть седьмой вот там тоже. Вот. А это дом 10, но по Радужной. Он тоже попал в реновацию. Равно как и следующий дом. Под номером 12, корпус 1. Вот. И 12, корпус 2 тоже. Так что тут практически вся гамма. Вот еще видите остатки. Ракушек, советские гаражей, все вместе. Вот это дом 7 по улице Искры. Вот он. А там, собственно, сама улица Искры проходит. Вот. Ну, она, в общем-то, застроена только с одной стороны. То есть, жилые дома чистят только по одной стороне. А по другой, там вот те дома, они по Печорски уже идут. Не по Искры. Вот. Ну, вот это вот 12, корпус 2, дом тоже попал в реновацию. Как и 12, корпус 1, соответственно, тоже. Вот. Это все вот где-то вот 58-е, 60-е, 62-е, 63-е годы. Вот эти дома всем. Ну, это вот 9-этажка, конечно, ее не буду сносить. Она, по-моему, в 70-е годы ее построили. Это понятно. Ну, 12, корпус 2. Вот. Значит, теперь смотрите. Вот это вот дом по номерам 12, корпус 2 у нас стоит, да? Сейчас уточним номер. По-моему, 14, корпус 2 как раз. Дом. Сейчас посмотрим. Пятиэтажка. Она в реновацию, кстати, не попала. Я просто хочу сейчас уточнить, какое там строение. Это дом 14 точно, но какое именно строение? По-моему, все-таки строение 2. Ну, сейчас посмотрим. Это тоже важный момент. Сейчас объясню, почему. Так. Сейчас опять. Вот это 12, корпус 1, это попал. Значит, вот это у нас 14, корпус, ну да, корпус 2, все правильно. Корпус 2, а это, соответственно, у нас 14, корпус 1. Нет, это 14, корпус 3, вот эта 9-этажка, да? Я 14, корпус 3. Вот. Нет, это все-таки 14, корпус. Сейчас все-таки уточним, да? Немножко запутался я в этих корпусах тут. Сейчас посмотрим. Хорошо, табличка все-таки есть, можно уточнить. Так, 14 только, что у нас это? Это у нас 14, корпус... А, корпус 1, корпус 1. Вот это, конечно, носить не будут. Вот, и вот этот дом, в принципе, 14, корпус 2, он тоже в реновацию не попал. Но, дело в том, что, опять же, вот в конце этого года, не этого, да, все забываем, уже в прошлого года, вот, в декабре, вот, значит, наш городоначальник издал указ новый, да, по новым стартовым площадкам, новой волне переселения, которая будет происходить уже где-то после 2022 года. И вот этот дом, по-другому, 14, корпус 2, или 14 строение 2, он, соответственно, оказался как одной из площадок, вот, по реновации, да? То есть, вот здесь, по идее, на месте этого дома, ну, очевидно, его будут сносить, вот, хотят построить, соответственно, новый жилой дом. Но это уже, опять же, еще раз повторяю, после 2022 года, вот этот вот дом. Хотя, еще раз повторяю, он в реновацию не попал. Ну, видите, как тут интересно. Ну, этот девятиэтажный, конечно, носить не будут, понятно. Вот, видите, такая площадочка здесь. Вот. Ну, это вот у нас, соответственно, 14, корпус 3. Дом тоже, естественно, не попадает по сносам. Двенадцатиэтажный, тоже был построен где-то, по-моему, в конце 60-х или в начале 70-х годов, тоже такой уже поздний. Ну, естественно, не попадает, понятно. Вот. А вот здесь вот, я еще раз говорю, что вот как раз вот это вот место, да, по-другому, 14 строение 2, оно, по идее, как раз тоже здесь хотят построить дом по реновации, но только после 2022 года. Так что вот это вот, имейте в виду, еще одна площадочка потенциальная, которую, в принципе, могут тоже здесь вот застроить. Ну, это пока только планы. И я вот видел это постановление, вот в декабре подписано было, но именно как уже такая третья волна реновации. Так что, несмотря на то, что этот дом не попал, вполне могут на него вместе строить новый дом по реновации. Ну, и заканчиваем мы с вами, собственно говоря, обзор вот этого реновации в 18-м микрорайоне Бабушкина тремя. Вот этими самыми панельными домами, я сказал, три панельные дома, мы все видели сейчас, кирпичные дома, да, но вот все-таки есть тут по улице Искры три панельных дома, вот они перед нами. Вот, и, конечно же, эти дома, они, естественно, попали в реновацию. Это дома по номерам 11 и 13 корпус 2 и корпус 3. Вот это перед нами дом номер 11, он такой самый короткий из панельных домов. Видите, какое пространство, может даже где-то здесь будут строить дом по реновации. Не знаю, возможно, кстати. То есть, может быть, не место того дома, а где-то вот здесь как раз, потому что там было написано 14 строения 2. Ну, вот где-то вот, возможно, здесь будут строить дом по реновации как раз. Видите, пространство большое, позволяет ему вот тут и влепить. Вот там вот улица Искры. Проходит. Вот это вот дом 11, ну и, соответственно, вот следующий дом 13 корпус 2, и точно такой же, за ним дом будет 13 корпус 3. Это по улице Искры. Ну, вот эти дома были построены чуть попозже, чем вот остальные тут пятиэтажки. Они были построены уже во второй половине 60-х годов. Ну, примерно 1965-68 годы. Вот в это время. Ну, они уже такие типичные хрущевки, панельные. Такие типовые дома. Вот эти, видите, вообще дом очень длинный. Ну, и следующий тоже чуть покороче. Ну, видите, какие пространства между домами. Конечно, в летнее время тут все утопает зелень. Ну, сейчас, естественно, посмотрим на дом 14, кто там находится, да, и, соответственно, это корпус 1, за ним 2, это 3. Ну, это уже современные дома. Ну, это 13 корпус 2, еще раз повторяю. И за ним 13 корпус 3. Вот. И еще сейчас, что хотел показать, сейчас скажу. Вот. Тут рядом. Сейчас посмотрим на 13 корпус 3. Это по улице Искры. Вот он. В лет 13 корпус 3. Вот. Сейчас мы выйдем на Радужную улицу. И вот, смотрите, перед нами офисное здание. И именно вот этот дом как раз хотел снести Лужков еще в 2008 году. Хотели его снести в 2010-м. И начать, так сказать, так называемое волновое, или, ну, массовое переселение жителей вот этого микрорайона. Огрессных домов, старых пятиэтажных по преимуществу. Вот как раз вот сюда. Здесь хотели построить многоэтажный дом на месте вот этого дома. 22-го. Вообще, сейчас офисы находятся. Он, по-моему, 60-го года постройки этот дом. И вот сюда как раз вот хотели на месте этого дома построить такой здоровый дом. Вот. Когда еще это реновация не называлась, такого слова не было. Ну, в общем, для отселения, вот, ну, как говорили, ветхих домов, там, до старых домов. Так тогда это называлась программа. Отселение аварийных ветхих домов, как-то так. Ну, видите, как видим, до сих пор дом стоит. Никто его не сносит. И я, в общем, не слышал, чтобы он был одной из площадок для строительства дома по реновации. Так что, очевидно, этот дом оставили в покое. Такой уголочком. Ну, такой еще старый дом. Раньше таких домов здесь довольно много было. находился вот и в этом микрорайоне, и в окрестностях тут, в Бабушкине. Таких домов было много. Начито раньше был жилой дом. Ну, а сейчас уже переделали под офисы. Ну, вот, собственно говоря, и все. В общем-то, закончилась наша прогулка в 18-м микрорайоне Бабушкина. Посмотрели мы, в общем-то, на те дома, которые здесь находятся, и попали в реновацию. Вот. Ну, а, естественно, как будет на самом деле, как говорится, как в итоге все сложится, это, конечно, может показать только время. Вот. И здесь, конечно, ничего нельзя ни угадать, ни предсказать, ни тем более точно утверждать. Это только может время показать. Так что, как обычно, будем следить за развитием событий. Так. Ну, и сейчас мы посмотрим, что поменялось бы здесь вот на Радужной улице. Здесь начали строить совсем недавно, с октября этого года, буквально. Поднял месяца полтора примерно назад, может, даже чуть поменьше. Новый, вернее, скажем так, даже три жилых дома сразу на одной площадке. Ну, довольно большой. Сейчас мы увидим, под номерами 14-16 она числится. Вот. Сразу стали строить вот три больших дома. Все огородили недавно. И начали вот строительство. Да, мов по реновации. Вот. Ну, и тут были протесты жителей. Многие были недовольны. Вот. Это, видите, ограда. Вот. Что значит здесь строить. Действительно, здесь было довольно такое хорошее место. Было детские спортивные площадки, было много зелени вырубили. При этом все было даже такое, скажем так, небольшое футбольное поле. Ну, и в итоге все это, в общем, конечно, для жителей была такая довольно благоприятная среда. Но, в итоге, вот, все вырубили и сделали, видите, вот такую большую ограду. Вот здесь. И, соответственно, тут. Вот, начинается строительство домов по реновации. Как я уже сказал, оно не так давно только началось. И тут хотят построить три жилых дома. Один друг за другом. Но территория большая. И по 11 этажей каждый. Но, понимаете, дело все в том, что, знаете, протесты протестами, но, как говорится, людей же надо куда-то переселять. То есть, об этом адресе было известно довольно-таки давно. То есть, в общем-то, в самом начале было определено, что здесь будут строить дом по реновации, да, вот, на этой территории. Поэтому, ну, какой смысл протестовать, если это все было уже, в общем-то, достаточно давно решено. Причем в том, что из этих домов тоже люди будут переезжать. Поэтому многие же хотят переезжать, жить в новом доме, по реновации. Но, а где-то ж его надо строить. Как можно, как-то, куда-то переезжать, если, как говорится, ну, как бы нету, да. Территория же должна быть какая-то. Так сказать, не нравится здесь, то хорошо, даже в другом месте, да. То есть, все равно же, где-то же нужно это все сделать. Ну, вот, выбрали более-менее какое-то свободное пространство, решили построить здесь. Поэтому, в каком-то смысле, ситуация, она во многом патовая, да. То есть, в принципе, ну, не здесь, а, да, хорошо, а где тогда, да. То есть, какое-то же место, оно все нож должно быть. Ну, вот, поэтому все эти, как говорится, всякие там разговоры, там все эти протесты, это все дело такое, да, то есть, в принципе, кому-то нравится, кому-то нет. Вот, ну, вот, видите, вот эта площадка. И там сейчас, в принципе, котлован. То есть, вот, видите, все это огорожено на большой территории. И здесь вот, пока еще идет такие фундаментные работы котлованные. Ну, и здесь вот будут вырастать вскоре три новых жилых дома. Ну, по крайней мере, так вот по проекту. Пока здесь идут такие вот, что кажется, работы нулевого цикла. Ну, вот, ну, вскоре, наверное, начнет расти домик. Вот, все дома будут сочетаться, я их уже, в принципе, показывал. Да, ну, вот, в принципе, давайте посмотрим, что там внутри. Пожалуйста, площадка. Ну, вот. Так что, вот, эту площадку вот около месяца назад, может, полтора месяца назад огородили. И тут вот уже начались работы. И дальше будут, наверное, уже расти дома, и хотят их построить в 2022 году. Все три дома. Ну, вот, видите, эта площадка. Такая довольно большая. Ну, три дома, один за другим будут расти. Типа таких башенок, таких вырослых. Так, ну, вот с этим четырехэтажным домом старым по Енисейской улице. Это уголковый дом на углу Енисейской и Печорской улицы. Дом 14, дробь 21. Ну, то есть, соответственно, не 14, а 16, дробь 21. Ну, вот этот вот четырехэтажный дом. Ну, то есть, 16 он по Енисейск, а 21 по Печорской. Вот, неизвестно все-таки до конца. Вот, мне все-таки непонятна ситуация. Реновация, потому что, ну, насколько я понимаю, его таким ультаристским образом включили в реновацию в 17-м году. Но жители добились того, чтобы его исключили из реновации. Вот, в этом же, по-моему, да, в этом же 17-м году, то есть, из списка реновации исключили. А четырехэтажный дом был построен в 1940 году. И он остается один из таких немногих домов, сохранившихся старых, ну, еще старых советских домов, недореволюционных, конечно. Потому что тут революция была в Подмосковье, ну, понятно. Вот, а именно, ну, и, кстати, и в 1940 году тоже было в Подмосковье. Ну, таким старых домов, таких как бы, изюминка, можно сказать, этого района и вообще этих мест. Вот, он, видите, уголковый, вот это по Енисейской, а тут угол стоит по Печорской. Вот, ну, а потом все-таки решили его реконструировать. То есть, по-моему, в 18-м году его внесли список домов, который подлежит реконструкции. То есть, в принципе, он как бы все-таки попал в реновацию тем или иным способом, как это, с немытьем, так катанием. Но, вроде как, именно под... Под реконструкцию, а не под снос. Но, опять же, никаких гарантий того, что его не снесут, конечно же, нет. Вполне этот дом могут и снести, видите, какой красивый двор, тут все утопает зелень, конечно, летом. Ну, сейчас, естественно, голый все, но даже сейчас деревьев много, так что дом и то не очень хорошо видно за деревьями. Большой частопол. Ну, а представляете, тут, конечно, летом просто прекрасно. Ну, вот, не знаю, что будет в итоге с этим домом делать. Ну, пока вот на реконструкцию поставлю, ну, могут, в принципе, в общем-то, и снести, конечно. Я не удивлюсь, если и такой вариант, в общем-то, будет реализован. Ну, посмотрим. Так, ну, и если вот на Радужной улице мы видели, что площадка только огороженная, строительство домов только началось на Радужной, 14-16, то вот здесь, на Печорской, дом 7, строительство уже вовсе идет около полугода. Видите, работает сваи, наверное, забивает какие-то, работает, такая, сильные звуки идут, как вот отстройки, да. Вот, это дом 9-й, 16-ти этажный, а за ним точно такой же дом 5-й. А вот между ними влепили, вот, вернее, скажем так, лепят вот этот дом 7-й. Вот, как раз вот один из домов по реновации. Вот, и всю эту площадку оградили весной этого года, 2020-го. Ну, до этого здесь находился такой довольно приятный скверик, детская площадка была. Еще раньше там стояли гаражи, ну, типа таких ракушек, знаете, и был такой стрелковый тир находился. Ну, где-то лет 10 назад, может, лет 8-10, вот так вот. Ну, в общем, в итоге, ну, тир давно снесли, и ракушки тоже, где-то уже тоже, может, лет 5-7 назад, вот так вот. Ну, а детская площадка была до последнего момента, деревья тут выросли, довольно много было. Ну, в итоге, вот, все вырубили на этом пространстве, оградили площадку, вот, весной этого года. И вот, видите, за полгода, вот, смотрите, что, то есть сделали очевидный фундамент, все там коммуникации проложили. Вот, ну, и уже начал расти, собственно, сам дом, он ожидается 24-этажный. Это вот Печорская, дом 7, вот, между домами 9-м, вот этим, и вот тем 5-м. Видите, работает кран, даже в выходные дни работы кипят. Вот, и, соответственно, вот уже возвели 4 этажа. Ну, всего еще осталось 20 этажей, плюс отделка. Ну, и хотят, в общем, в итоге возвестись в следующем году, в 2021-м. Этот дом уже полностью, ну, это, конечно, немножко маловероятно. Но если только в самом конце следующего года, в общем-то, по сути, за год хотят возвести, не знаю. Ну, если, видите, работы кипят, наверное, день и ночь, ну, не уверен я, что, правильно, возведут ее в следующем году. Вот, собственно, сама Печорская улица, проезжую часть я имею в виду. Ну, вот дом растет, видите, вовсю. Вот это улица Искры, но здесь Печорская. Ну, так вот, ну, идет он по Печорской. Так что, такая вот ситуация, работы идут. Ну, я думаю, 22-м уж точно возведут, если, конечно, что-то такого чрезвычайного не произойдет. Ну, будет следить за развитием событий, конечно, как обычно. Но пока ситуация такая. Ну, вот, со стороны проезжей части еще посмотрим, да, дом. Это вот Печорская улица как раз, и вот дома 9 и 5, и вот между ними, вот, собственно, вот этот дом. Номер 7. Растет. Так, ну, и последний дом по улице Летчика Бабушкина, который попал в реновацию, которую мы еще не смотрели, это вот этот дом 17. Вот он находится между вот этой, собственно, Радужной улицей и Ленской улицей. Там Ленская улица, ну, а здесь Радужная, и вот, собственно, чуть в глубине здесь. Вот это 14-й микрорайон Бабушкина у нас, мы сейчас идем по нему. И вот этот домик, он немножко в глубине, мы его не видели, с проезжей части, когда вот в прошлый раз смотрели. Чуть-чуть в глубине находится. Ну, это, собственно, кирпичная пятиэтажка, 61-го года постройки, она как раз и тоже попала под снос. Вот она, перед нами, преновация. Дом 17-й. Да там улица Летчика Бабушкина проходит. Ну, там еще какие-то нежилые строения есть. Ну, это жилой дом. Тоже, ну, это сесть не попал. Вот, а вот этот вот дом 17-й, кирпичная пятиэтажка, обычная, серая, стандартная. Вот она как раз попала в реновацию. Здесь вот. Ну, в принципе, неплохо видно, да? Здесь вполне. Ну, сейчас еще сюда вот отойдем. Так, ну, давайте здесь посмотрим. Такая неплохая точка. Все, вот это вот пятиэтажка. Все, ну, а теперь пойдем на Ленскую улицу туда. Посмотрим там дома, которые попали под снос в реновацию. Так, ну, на Ленской улице вот на сегодняшний день восемь домов попало в реновацию. Вот, кстати, посмотрите, еще, по-моему, советские гаражи. Тут вот остались между третьим и седьмыми домами. Вот, так что восемь домов. Ну, практически все дома до пятиэтажей попали. Ну, по-моему, только два не попало. И, кстати, вот этот дом, видите, такой, может показаться несколько необычным, седьмой. Вот. Он не попал в реновацию, видите, хочу говорить, пятиэтажка. Но дело в том, что это общежитие. Вообще, раньше это было общежитие педагогического института, имени Крупской. Ну, сейчас я не знаю, какое это общежитие, кому оно принадлежит. Ну, явно, что это общежитие, оно, в принципе, как было, так и осталось. Ну, я, правда, не знаю, честно говоря, какой оно юрисдикции относится, ведь еще ракушки остались. Ну, в общем, такая гаражная зона, как бы, да. Вот там проходит, собственно, Ленская улица. И здесь вот детский сад находится. Да. И, собственно, еще раз повторю, что вот этот дом под номером семь, вот пятиэтажка, ну, тоже где-то шестьдесятых годов, она не попала. А вот следующий дом, под номером девять, блочный дом, один из немногих блочных домов здесь в Бабушкинском районе, вот он попал в реновацию. Ну, это типичная блочная пятиэтажка, хрущевка, вот. Которая была построена в 1663 году. Вот видите, какие большие расстояния, да, вот между домами. Смотрите, седьмой дом, вот это общежитие, да, еще раз, с другой стороны. И вот это вот девятый дом блочный. Обычный блочный дом 63-го года постройки. Который, собственно, попал под снос. Ну, вот немножко покрупнее, да, здесь дом видно. Ну, дальше там уже больница идет у нас. И переем на другую сторону. И посмотрим, там еще дома. По ту сторону, как и вот. Ленской улицы. Ну, тоже, что-то, реновация какой-то строится. Новый больничный комплекс. Корпус, наверное, какой-то строится. Вот, собственно, это больница, там старые корпуса еще. Ну, как старые еще там, советских времен. Их, правда, облицовывали, да, видно. Ну, а это уже совершенно новый строится. Еще пристраивается дополнительный, судя по всему. Это Ленская улица. На Ленской улице. Ну, владение 15, получается. Ну, они все, по-моему, по 15-м. Просто разные корпуса, видите. Ну, это еще те, которые старые облицованы. Ну, а это вот уже, видите, новый строится. Вот, ну, а сейчас мы впереди вот видим. Показались уже пятиэтажки. Их сразу будет четыре. И они все панельные. Причем три числятся по Ленской улице, вот по этой. А последняя, она как бы уголковая идет. Вот, между Ленской и Енисейской. То есть мы сейчас выйдем обстановленную Енисейскую улицу. Вот, и все эти пятиэтажки, они были построены, в общем-то, ну, практически одно время. В 63-м, 64-м годах. Вот. 12, 14, 18 и 20. Ну, или 18, друг, 20. То есть 18 по Енисейской, 20 по вот этой Ленской. И вот это первый дом, 12-й. Как раз у нас идет. Перед нами они так вот прям буквально вот эти параллельно. один друг за другом туда вот. То есть они торцами выходят на эту улицу Ленскую. Ну, а сами дома немножко в глубину этого квартала. Это 14-й квартал. Ну, микрорайон, если быть точнее. 14-й микрорайон Бабушкино. Итак, дом 12-й. Ну, сейчас хорошо видно, и витилистов и нет. В этом смысле, конечно, сейчас довольно благоприятно смотреть на эти дома. Итак, дом 12-й. По Ленской улице. Так. Ну, это все больницы. Дойдет все корпуса больницы. Туда прям до Енисейской. Это дом 14-й. Соответственно, тоже по Ленской. Здесь детская площадка. Вот это все естественно под снос тут, в общем, без вариантов. Ну, Бабушкино, я уже сказал, там практически все под снос. Ну, кое-каких там немногочисленных, да, которые все-таки вроде как в реконструкции. Ну, и то еще. Это не точно. Потому что всего не так, а за ассоциации сисли. Ну, вот это вроде главное здание. Здесь типа административного. Здесь как раз и проходная идет на территорию больницы. Итак, 14-й дом. А это 18-й. 18-й. 16-й, наверное, там детский сад, что ли, не знаю. По-моему, где детский сад какой-то. Вот это 18-й дом. Ну, сегодня у него один 63-й, другой 64-й. Один 63-й, другой 64-й. То есть вот такая система. Но 18-й. Ну, спортивная площадка здесь. Там была детская, а здесь спортивная между 14-м и 18-м домами. Ну, и последний дом, я уже сказал, уголковый. То есть он числится по Енисейской. Дом 18-й, дробь 20. То есть 20-й по Ленской. То есть это 18-й по Ленской. А тут 20-й. Но он числится, первая цифра, это по Енисейской. Так что вот так вот, уголковый. Ну, вот все-таки определим его именно к Енисейской. 18-й, дробь 20. И он, кстати, четырехэтажный. И отличается несколько вот этих домов. Хотя был построен еще в одно время. То есть это все пятиэтажки. Вот три мы видели, а это четырехэтажный дом. Вот, видите, вот Енисейская. Опять же трамвай там едет к метро Бабушкинская. 17-й. Тут только 17-й ездят туда дальше, к Медведково, в сторону Медведково. Вот. Ну, здесь не очень хорошо видно. Видите, до сих пор еще даже какие-то небольшие сохраняются листва. Ну, здесь вот чуть-чуть получше, может, да? Давайте немножко сюда отойдем, может быть, вот так вот. Ну, вот так вот. Все. Ну, а теперь пойдем туда дальше. Так, и вот это вот у нас, видите, пятиэтажка уже кирпичная, да? Вот. Она числится по вот этой вот Енисейской уже улице. Видите, вот эта пятиэтажка. Это по Енисейской. Дом 15. Построена в 362 году. То есть строили в одно время. Ну, практически в одно время. Там первая половина 60-х годов. Ну, видите, эти вот у нас панельные дома. А, соответственно, там вот уже кирпич мы видим. Следующий за ним. Еще там два дома сейчас увидим. Вот это вот Ленская. Все. Ну, вот эта пятиэтажка. Еще раз номер 15. Но уже по вот этой вот Енисейской улице. 62-й год постройки. Так, ну, еще вот два дома по Енисейской. Вот еще последние дома. Вот это 13-й корпор, один четырехэтажный. Ну, вот это, соответственно, 15-й, да? Еще посмотрим, показывал уже, да? Это пятиэтажка 62-го года постройки. Ну, вот здесь неплохо видно. Да, в общем-то, весь дом вошел. А это вот четырехэтажные дома. 13-й корпус 1. И за ним 13-й корпус 2. Но оба дома тоже были построены в 62-м году. То есть два дома до 62-го года постройки. Итак, вот это 13-й корпус 1. Видите, чуть в глубине находится этот дом. А там 13-й корпус 2. А это дом по Ленской улице. Дом 17. Но по той вот Ленской улице. Дом 17, где построен был в 63-м году. То есть на год попозже, чем вот окружающие его вот эти три дома. По Енисейской. Да. Вот двор такой, да. Давайте двор посмотрим. Вот двор. Детская площадочка. Ну, это вот дом 15-й со стороны двора уже. Вот. И здесь вот такой двор. А это дом, соответственно, 17-й по Ленской, только не по Енисейской. Ну, а вот там 13-й корпус 2, соответственно, по Енисейской. Вот. Четырехэтажка. Ну, и между ними тоже вот двор. Если бы такой довольно большой, я и хорошо озелененный. Но сейчас, конечно же, естественно, озеленение не видно. Так. А там... Так, сейчас еще раз посмотрим. Итак, смотрим дом 13-й корпус 2. И 13-й корпус 1 уже со стороны двора. Так. Это детский сад. А за детским садом еще два дома по Ленской улице. Но они уже панельные. Не кирпичные, а панельные. Ну, как вот мы видели, да, там 12-й, 14-й, 18-й и 20-й. Панельные дома. Вот они, видите, там белые. Детский сад и вон там панельные дома. Ну, спортивная площадка, коробка такая, да. Баскетбол играет летом. А здесь, наверное, зимой каток. Еще не знаю, пока не залили. Не знаю, сейчас бесплатные катки как-то не в части. Больше платные как-то заливает. Вот это дом 19-й по Ленской улице. Они тоже торцами уходят на проезжую часть. Ленская улица. Часами в глубине Куртала. У нас 15-й микрорайон, я не сказал. Да, мы из 14-го перешли в 15-й микрорайон Бабушкина. По другую сторону, собственно говоря. Енисейская улица он идет. Это 15-й микрорайон. Это дом 19-й, это он 21-й. Вот это оба панельных дома. Это 19-й построены в 65-м году. А 21-й, в 67-м добавили уже. Ну, довольно поздно построили. Можно сказать, позже, чем остальные дома, которые находятся вот здесь. В этой местности такие, а мне кажется, пятиэтажные. Ну, естественно, эти уже еще позже, в 70-е годы уже построили. Ну, вот эти два дома. Естественно, подснос. Панельные дома, пятиэтажки, типичные хрущевки. Вот это 21-й дом. С 67-го года построите. А вот это вот, 65-й. Ну, соответственно, построен был в 65-м году. Ну, и двор между ними. Ну, вот основная проезжая часть. Вот, собственно, этот вот один из домов, до 19-й. Вот, видите, как выглядит. То есть, вот с проезжей части, вот торец выходит как раз сюда. И там уже 21-й беленький дом. Ну, это, я так понимаю, школа. Вот, ну, и дальше уже вот такие более новые дома. Девятиэтажные, кирпичные, которые под снос не попали. Вот, на это Ленскую улицу. А дальше она туда продолжается. Уже снова в 14-м микрорайоне. Собственно, там она и начинается. А это уже в 15-м микрорайоне. И сейчас мы посмотрим последний дом. Поленская улица, который попал в реновацию под снос. Ну, в Поленской улице только под снос попали. Продеканства нет. Ну, еще раз смотрим вот на дома по Ленской улице, которые вот эти пятиэтажки панельные. Там 12, 14, 18, да. Это 20-й по Енисейской улице. То есть, кстати, 4-х этажка по Енисейской не попала под снос, между прочим. Вот, под номером 20 она не попала. Вот эта 18-й дробь 20 попала, а вот эта 20-й не попала. Так, ну, это, судя по всему, детский сад. По-моему, даже он частный детский сад. Ну, когда-то, кстати, был железнодорожный. Это МПС, ну, РЖД, да, потом. А сейчас, потом сделали частным. Вот. Ну, а дальше вот мы сейчас увидим два дома. Тоже, которые чистые с Поленской улицы. Там же улица Минжинского. Но два дома еще здесь в глубине квартала. Это у нас 14-й микрорайон. В глубине микрорайона, 14-й микрорайон Бабушкина. Вот это дом 10, корпус 2. Видите, вроде пятиэтажка, кирпичная. Но она в реновацию не попала. Нет, Поленская улица. Вот этот дом не попал в реновацию. Хотя, вроде бы, такие дома часто попадают. Но не все, конечно. Вот. Видно, жильцы не захотели в реновацию. Так что этот дом не попал. Вот. Это один из двух. То есть, вот этот не попал. А еще общежитие педагогическое. Под номером 7 дом не попал. И вот этот вот здесь, корпус 2. Тоже не попал. Ну, общежитие понятно. Там все-таки, как говорится, общежитие есть общежитие. Оно все-таки ведомственное. Поэтому, наверное, там все сложнее. Не так все просто. А вот этот дом, я не знаю. Ну, видно, не захотели жильцы. А это уже помежинского дом. Так очень большой. Вот. Видите, как прям необъятный, можно сказать, дом. Такая лесенка идет ступеньками, как бы. Как ступеньки-лесенки. Одна за другой. О, там-ка заканчивается. Вот. А нас интересует вот этот дом. Он трехэтажный. Трехэтажный, кирпичный. Вот. Построен был в 61-м году. Ну, в принципе, обычный кирпичный дом. По, наверное, 10, корпус 3. По... Это Ленская улица. Вот. Это офисное здание. Кстати, по-моему, раньше тоже был жилой дом. Но не такой, конечно. Его, естественно, делали, перестроили весь. Но, похоже, раньше был тоже жилой дом по Ленской. Но сейчас уже это офисное здание. Поэтому, конечно, оно в реновацию не попало. А вот этот дом трехэтажный. Видите? Трехэтажка. Вот. 10, корпус 3. В 61-м году построили. Этот дом, он как раз попал в реновацию. Под снос. Все. Это последний дом по Ленской улице. Теперь нас осталось только улица Минжинского. Все остальные дома, которые мы видим, они будут по улице Минжинского. Сейчас мы начнем с этой стороны. И, соответственно, закончим. Потом перейдем в другую сторону и там еще посмотрим. Итак, это дом 10, корпус 3. Вот. 10, корпус 3. Трехэтажка. Воленская улица. А дальше там уже у нас идет кирпичные дома. В основном, пятиэтажные. Но будут кое-какие четырехэтажные. Они уже были по улице Минжинского. Ну, улица Минжинского, это кирпич. Это вся улица, это кирпич. Вот. Ну, и дома были построены. Ну, от самого конца 50-х годов. Ну, 59-й год. Ну, и, соответственно, первая половина. Ну, скажем так, 60-е годы. До 70-го. Ну, преимущественно первая половина 60-х годов. Но не всегда. Вот. Еще смотрим вот этот дом. Здесь корпус 3 с другой стороны. И вот сейчас мы идем, соответственно. Сначала мы посмотрим на несчетной стороне дома. А потом перейдем на четную сторону. Вот это 19-ти дома. Вот это четырехэтажный дом. 19-й корпус, один перед нами. Вот. Построенный в 59-м году. Этот дом был. Кстати, похож немножко на общежитие. Не знаю, может так оно и было. Ну, а может и нет. Вот. Ну, в принципе, вот этот дом. Да, и все дома здесь, которые мы сейчас увидим, это все подснулось. То есть тут никакой реконструкции на улице Минжинского не ожидается. Ну, как и, в принципе, во многих других местах. Вон там, собственно, улица Минжинского проходит по яминую проезжую часть. Итак, это 19-й корпус, один. Четырехэтажный дом, 59-го года постройки. А вон пятиэтажка, серая, стандартная. 19-й корпус, два. Он был построен, но она была чуть попозже. В 61-м году. То есть это 59-й, а вот это вот в 61-й год постройки. 19-й корпус, два. Так, там, с этим детский сад. Идем дальше. Теперь у нас дом номер 17, корпус один. Он лицом выходит, в отличие от других домов, лицом выходит на проезжую часть. Вот, собственно, тоже серый пятиэтажный дом. Вот, 62-го года постройки. Вот он. Ну, в принципе, неплохо видно, да? Да, и там, вот проезжая часть. И он, конечно, непосредственно выходит на проезжую часть. 17-й корпус один. Ну, это вот котельная в середине вот этого портальчика. Ну, а, по сути, микрорайона 14-го микрорайона Бабушкина. Который, вообще, отапливал раньше эти дома, но уже не отапливает. И теперь тут, в общем-то, это отапливается централизованно. Ну, это 17-й корпус, два. Это вот такой вот, как дом с малогабаритными квартирами, построенный в 67-м году. Так вот. Ну, целого рода, как, ну, не совсем, ну, не общежитие, а все-таки именно малогабаритные квартиры. То есть, в принципе, отдельная квартира получается, да? Но, в принципе, малогабаритные. Вот и все. В этом очевидное отличие. Ну, я думаю, что во многих других домах тоже, вот такие вот соседних домах малогабаритные квартиры. Но все-таки именно вот этот дом отличается. Ну, есть такое пространство. А дальше мы идем уже к 15-м домам. Они четырехэтажные, как мы видим. И корпус 1, и корпус 2. И были они построены в 61-62-м годах. Вот это 15-й корпус 1. Вот, а это 15-й корпус 2. То есть, 15-й корпус 1, он непосредственно выходит торцом на проезжую часть. А этот чуть-чуть в глубине находится. 15-й корпус 2. Так, это 15-й корпус 1. Далее идем к 13-м домам. Точно такое же расположение. 13-й корпус 1. Немножко разные только года. То есть, это год 60-й. Видите, вот это дом 60-го года постройки. Пятиэтажка. 13-й корпус 1. А вот этот вот перед нами дом. 13-й корпус 2. Был построен в 65-м году. Серый дом. Немножко такой желтоватый. Вот, непосредственно выходит на проезжую часть. А этот чуть глубиннее. Обычный серый дом. Дальше идем к 11-м домам. Видите, они тут прям идут один за другим. Вот это тоже опять же 11-й корпус 1. 61-й год постройки. Тоже опять же торцом выходит на проезжую часть. Вот, сюда. И вот здесь. Вот. Ну, это, соответственно, у нас 13-й корпус 2. 11-й корпус 2, чуть в глубине. Дом в 63-м году постройки. Ну, и вот такой дворик. Смотрите, красиво. В 63-м году постройки. Вот это 11-й корпус 2 дом. 63-й год постройки. 61-й, 63. Так. Ну, и еще по этой стороне посмотрим. Два дома осталось. Итак, это 11-й корпус 1. 11-й корпус 2. Так, это 9-й дом сейчас будет. Ну, они уже один за другим будут идти. Просто без корпусов. Просто дом 9. Дом 60-го года постройки. Вот он перед нами, да. Один дом. Невосредственно, выходит он на проезжую часть. Дом 9. Вот он, дом 9. Ну, и вот. Вон она, проезжая часть. Автобусы вон едут как раз. Вот, слушай. Так. Оказалось, дом полетчика Бабушкина. Ну, тоже вот как котельная, честно, раньше отоплилась. Еще раз смотрим на 11-й корпус 2. Дом 9-й. И дом 7-й. Вот он, еще одна пятиэтажка. По номерам 7. 61-го года постройки. Видите, она несколько укороченная. Вот она. Ну, номер 7. Все. Видите, везде кирпич. Это тоже пятиэтажка. Ну, дворик и дом, собственно говоря. Дом 7. Он угловой. То есть, видите, он, в принципе, 7-й. В дроби, но по сути он угловой. То есть, он там, улица Летчика Бабушкина, где мы недавно были. И вот, собственно говоря, торцом он выходит на вот эту улицу Минжинского. А эти дома мы уже смотрели по улице Летчика Бабушкина. Только мы смотрели со стороны проезжей части. Вот там шли по той стороне проезжей части. И смотрели. Это дом 25-й, это 27-й. И видите, за неделю буквально произошли какие изменения. Вот это дом 27-й. Его огородили вот этим забором по реновации. То есть, его хотят уже буквально скоро совсем ломать. Видно, там уже внутри все вытащили. Ну, и практически все. Все там окна, двери. Ну, как сейчас это делают. Так называемый умный снос, да? Вот, и, соответственно, вот приготовили его уже к сносу. Кстати, довольно такой интересный домик старый. Еще с присаденным участком. А он, видите, по контрасту дом по реновации был построен. По улице Летчика Бабушкина, 27, корпус 2. Ну, так вот. Вот, видите. Давайте чуть-чуть посмотрим еще здесь. Поближе с этой стороны. Видите, все огородили забором. Недель назад его не было, этого забора. А сейчас вот все, по всему периметру уйти забор. И скоро дом будет ломать. Ну, и все. Может быть, на его месте потом еще ничего построят. Но это когда-нибудь потом. Ну, а вон дом по реновации, 27, корпус 2. Видите, петухи, кукаревку. Вот это вот дом такой старый. Еще по Летчика, между Летчика Бабушкина и Минжинского. Видите, в присаденном участком. Ну, это сохранился еще от старого Бабушкина. Еще когда-то был подмосковный город. Еще все времен. А он дом построил. Ну, этот построил по реновации еще в 17-м году. То есть, когда как таковую программу реновации еще принято не было. Дом был построен в конце 18-го года. Вот этот вот такой многоэтажный. Ну, для президентов, в общем-то, ветхих домов, когда уже сада стали сносить. И только сейчас, в принципе, реновация, по сути, она шла и до этого. Ну, просто она так не называлась, да. Но, по сути, снос ветхих аварийных домов, он, естественно, в Москве проходил постоянно и проходит. Ну, просто сейчас это все обрело какую-то такую форму реновации, да, таким красивым словом назвали. А, по сути, конечно, все уже процессано довольно-таки давно. Ну, вот, ну и, соответственно, вот один из тоже таких домов, вот, современных домов для переселенцев. И сносимые домов все тогда, вот здесь, в Бабышкинском районе, как раз устал вот этот дом 27-корпус-2. Так, а вот этот дом, кстати, в реновацию не попал, по Минжинскому улице, видите, трехэтажка. Она в реновацию не попала. Одна из немногих домов. Вот, вот те дома, которые мы только что видели. Там по Минжинскому, по улице Минжинского, начиная с 7-го и заканчивая 19-м домами. Уже посмотрели, вот он, видите, какой контраст, да, вот этот старый дом, вот Бабушкин, и вот за ним, смотрите, какой новый дом. Построенный буквально три года назад, в конце 17-го года, буквально под Новый год его залива сплотаться. И вот, смотрите, какой домик старый. Это, можно сказать, прям реликвия, сохранившаяся. Таких домов почти уже в Москве не осталось, но вот кое-где все-таки есть. Сохранили этот дом, наверное, специально, как памятник прошлого, чтобы понять, как раньше был Бабушкин застроен. Так, ну и осталось нам посмотреть еще 6 домов. Они один за другим тоже пойдут. Дома пятиэтажные, все с набут. Да, вот они уже показались. Ну вот этот новый дом, еще раз смотрим. Вот они один друг за другом идут. Значит, вот эти вот у нас дома, 24, корпус 1 и корпус 2. Вот, видите как. Фактически слитный дом, видите, составляющий фактически одно целое. Но видно, что он состоит из двух частей. То есть 24, корпус 1 и вот этот, отличающийся от него, по цвету даже, да, видно. 24, корпус 2. И вот этот дом, который 24, корпус 1 был построен в 69-м году, а вот этот вот в 62-м году. То есть сначала построили вот этот дом, 24, корпус 2. А потом к нему еще прилепили, как бы, чуть-чуть поближе к улице, прилепили еще 24, корпус 1. Вот так вот. Такая ситуация. И получился такой большой, можно сказать, составной дом. Хотя, по сути, это два дома, но составляющие как бы единое целое. Вот. Но явно видно, что они и полностью, конечно, все это снесут и тот, и другой дом. Вот. 24, корпус 1 и корпус 2. Ну, давайте здесь посмотрим. Ну, этот вот непосредственно выходит торцом на эту улицу Минжинска. Вот эти дома, видите, дом. 15-й, вот 13-й, там дальше. 9-й, 7-й. Ну, а там, вон 17, сейчас посмотрим, заодно 17, корпус 1. Вот, мы плохо видели, вот, там, с той стороны, со стороны двора, имею в виду. Ну, здесь, может, чуть-чуть получше посмотреть, с проезжей части. Здесь как раз хорошо видно. 17, корпус 1, вот, пятиэтажка по Минжинскому. Ну, а корпус 2, вон там, дом, в глубине. Ну, так мы посмотрели. Итак, 24, корпус 1 и корпус 2, еще раз смотрим. Так, следующая дома 26, тоже корпус 1 и корпус 2. Но они не совсем, он сдвоенный, он немножко выпирает корпус 2. То есть, этот, если прям буквально одно целое составляет, вот эти, видите, два дома, они немножко выпирают. И тоже разные годы постройки. Здесь наоборот. Сначала построили 26, корпус 1. Видите, он четырехэтажный. В 60-м году. Вот. А в 69-м году к нему прибавили еще он в пятиэтажный корпус 2. Итак, 26, корпус 1. Вот это четырехэтажка 60-го года постройки. А вот тут дом пятиэтажный. 26, корпус 2, он 69-го года постройки. Через 9 лет добавили к четырехэтажке еще и пятиэтажку пристроили. Ну, и вот видите, какие пространства. Ну, и смотрим заодно еще вот с этой стороны. 24, корпус 1 и корпус 2. 26, корпус 1 и корпус 2. Ну, и осталось два дома. 28, корпус 1 и корпус 2. Сейчас мы еще посмотрим. Они тоже такие сдвоенные идут. Вот это дом-лесенка, который мы видели со стороны двора. Видите, вот перед нами. Как раз от метро Бабушкинского начинается. Вот, а это вот, ну, естественно, восхотить не будут. А это дом 19, корпус 1. Тоже можно представить со стороны улицы. Вот, проезжая часть. Это будут сносить. И вот дом 28, корпус 1. Его построили в 60-м году. А в 70-м году, то есть через 10 лет, построили корпус 2. 28, корпус 2. Это серый дом. Отличается он. И он четырехэтажный, кстати. А потом, через 10 лет, в 70-м году, к нему пристроили вот пятиэтажный еще дом. 28, корпус 2. Все. И вот в итоге такой, как бы, один, два корпуса вот они и стали. И это, и, видите, так вот идут один за другим. Ну, вот. Их строили вот, ну, с 60-го по 70-й год. Все вот эти вот 6 домов. Все. И они попали под снос. Итак, 28, корпус 1. И за ним 28, корпус 2. А вот здесь вот идет уже довольно давно строительство, так называемого, клубного дома. Ну, это коммерческая застройка. Клубный дом на Минжинского. Вот здесь вот. И что-то никак не построят. Уже довольно давно идет строительство. И вот. Не знаю, там все котлован. Наверное, видно начали. А потом, наверное, денег не хватило. Скорее всего, так. И так, это котлован, он и есть. Но это чисто коммерческая застройка. Ну, еще раз смотрим. 28, корпус 1, корпус 2. И вот это котлован. Видите, как все. И, в общем, уже так вот несколько лет, по крайней мере, чуть не уже, ну, не знаю, лет 5, наверное. Вот такая вот, в пример, в таком состоянии все находится. Ни туда, ни сюда. Не знаю, будут ли удостоверить или нет. Ну, ладно. Это уже, как бы, посмотрим. Поживем, увидим. Может быть, и застроят. Дом по реновации. Ну, все. Вот эти дома мы видели все. Еще раз можно посмотреть, да. И, собственно говоря, вот этот дом такой великан. Большой дом. Здесь вот на улице Минжинского. А там дальше прям совсем рядышком метро Бабушкинская. Там пересекается вот эта улица Минжинского и Енисейская. И на пересечении как раз находится метро Бабушкинская. Начали мы от метро Свиблова, ну и закончили на метро Бабушкинская. Вот, все. Таким образом, обзор жилых домов, которые попали в реновацию в этом Бабушкинском районе, будем считать законченным. Ну, естественно, общий такой краткий обзор. Ну, все там посмотрели, ну а дальше, естественно, будем следить за развитием событий вот в этом районе.